Продолжение следует... Я для начала покажу вам, как с ним обращаться, а потом о происхождении. Итак, вы написали... Наверное, это ниже. Сейчас, немножечко. А, вот я их прорастила. Они прорасты прошлым летом. Мы говорим, я ничего не умею. Вот самое главное. Вы уже прорачивать умеете. Я вам поздравляю. Если это самое... Человеку талант, значит, он надолго. Они подросли, потом перезимовали, перезимовали. А проснулись после зимы. Что с ними дальше делать, не знаю. Я знаю. Значит, способ посадки. Только вместе с комом земли. Не важно, такой ком земли, такой ком земли. Так, вот. Теперь аккуратно разрезаете, вставляете в ямку. Ну, значит, я не буду вам показывать, как садить надо. Почему? Я вам две книги высылал электронные. Там все это есть. А главное не это. Сохранить ком. Вот сейчас еще, пока. Может быть, как только вы разрежете и поднимете, он у вас в глаз рассыпется прямо в руках. Вот это самое страшное. Значит, пробуйте, а на одном случае, на одном, на двух. Вот смотрите, какой маленький, да. Он наверняка не опутал еще корнями весь ком земли. Только первый рухнул. Не получилось. Что вы делаете? Вы делаете много-много дыр с боков. Ну, аккуратно, чтобы ком все-таки сохранялся. Вот. И снизу днище. Вот таких прелечных дырок. А потом, это надо было сделать вам сразу, сразу, понимаете. Когда порастили, и садить. А они должны были все в земле быть. То есть, на уровне землей. Не вот так, как сейчас. Я уже говорю. Вот они, светлые листья, они уже дохнут. И они преувеличивают. А теперь, смотрите, сегодня 23 мая. Я вам несколько дней назад выслал фильмы, да, персональные ваши. Но это не значит, что вы их тут же закопали. Я подозреваю, что они сейчас у вас так стоят. Ну, надеюсь, что я ошибся, что вы их все-таки это посадили. Вот. Но, а нет, в третьем фильме я обещал вам до конца рассказать. Ну, вот он, как бы, условно говоря, это третий фильм. Смотрим дальше. Колесо общины. Это один из ваших больных вопросов. Вы его правильно что задали. Это вопрос вы задаете. Это значит, что из ваших семян можно вырасти деревья, которые не нужно проривать. Они сразу будут давать крупные плоды. Вот. Значит, давайте так. Сто процентов гарантия я не даю. Значит, вам, когда вы начнете с ними работать, если вы все-таки часть сада вы отвели, ну, скорее всего, где-то гектар, полтора, я так понял, вы отвели именно под абрикосы. Я вас буду отговаривать, но чуть ниже. А так как отговорить есть эти люди, которых невозможно отговорить, меня бы тоже не отговорили, да. То я бы тогда все сказал. Я бы сказал следующее. Абрикосы, значит, надо покупать в количестве, если с косточек начинать. А вы же на первом этапе не хотите проривать? А еще нечего, не на что проривать. Вот, допустим, гектар, это готовых деревьев, они очень ростные, это где-то 4 на 6, 250. 300. А еще я бы в два раза больше высадил, это 600. А так как не все взойдут, не все, а это вышеся, не меньше 1000-2 косточек. Почему? Потому что и садить будет отдельной шхолкой. На последнее место столько не высадишь. Садить, опыт уже маленький, отдельной шхолкой. Садить с густотой помидор. Вот, какие-то останутся на месте, навсегда лучше, а остальные... Остальные будете смотреть по этим. Первая примитивная селекция ваша будет. Вы будущий великий селекционер. Я по характеру понял. По-вашему. Вот, по письмам. Вот. Я же тоже все, мне некогда-некогда, поэтому я и не делал много лист и дурной работы. И вам не посоветую. И широкий лист, живный лист. Оставляйте навсегда. Листик маленький, может такое быть, пойдет на прививку. А подробнее я потом скажу. Даже не потом, а сейчас. Один из главных вопросов будет у вас, знаете какой? Вот он. Они, плоды, раз вы собираетесь все-таки, и вряд ли я вас отговорю, иметь именно плодоводство, плодовый сад, так? Они должны быть два качества обладать. Плоды. Они должны быть транспортабельные и легкие. Вот. А тут дело в том, что они гибридные. Сейчас я это расшифрую. Я вынужден это делать. Почему? Просто сказать, а вы, кто мне поверит? Я потом покажу письма оппоненту. И просто-напросто скажут, уже говорят, про лошадь, мошенничество. Помните? Вот. Смотрите. Я вначале забегу. Вот фотография, как жалко, что она не сверху. Жалко, что она не сверху, не сверху, не сверху, не сверху. Там, спортабельные, это, спортабельные. А, вот. Значит, я очень благодарен. И надо же, у меня никогда не бывает ничего случая-то. Мне звонят, пишут письмо, вы наградовали, Алексей. Вот. Алексей, кажется, Иваныч, уже несколько кажется, но нету память на отчество. А вы заслужили, что пастух Алексей Иванович, будущий академик, вот так-то с вами надо обращаться. Так вот, вы мне представили эту фотографию. Открыть я не смог. То есть, скорее всего, это сделано, это было, фильм вы сняли, а вот это, скорее всего, прям с экрана сняли. Ну, я так делаю. Итак, что вы мне написали? Дело в том, что проблема будет в чём? Значит, очень многие кости, которые я вам, особенно скромных сортов, я вам, допустим, выщу, допустим, вы закажете. Но я буду вас отговаривать от всего. Потом вы увидите, всё будет объективно. Значит, они будут лучше, чем сами маньчжурцы. То есть, наверное, маньчжурцы будут гораздо вкуснее, крупнее, и они будут товарные. Но даже они все гибридные, а культурные. И вот, допустим, смотрите, жердель. Я их тоже с косточки продаю. А у меня ещё не было ни одного плода, выращенного из косточки. Та жердель в 23 ведра, там это дерево, это чудо, я покажу вам его. Так, это чудо, это сказка. А оно-то на музыке привито. Вот морозостойкость. И вдруг мне виноградов, я надеюсь, Алексей, здесь привет. Вот, вроде бы щена на месте. Значит, а вы мне что пишите? На вашей жердели плоды такого же цвета, с красным оттенком? Нет. Вернёмся потом. А я хочу сказать, что жердель, возле неё академик, королевский, серафим. Тут же и маньчжурец. Всё, кто его, а только не это самое, там, это я называю, ненаучное, беспорядочное половое связи. Есть у меня второе название, шутливое. Это он, я думаю. И вот получилось, что. Один из пример таких, получается, как. Заказывать вам больше негде, если у них есть абрикосы у того. Но я ещё раз говорю, страшное подозрение, что это не их. Чтобы развеять, вы можете обратиться к ним. И даже по тону, как они будут там, выложившись, тебе скажут, да вы что? Или вы поймёте, что это всё сказки. И вот получается следующее. Значит, мы начали с чего? Надо ли продолжать эту линию или не надо? Но если надо, там уже будет отдельный питомник именно для этих северцев, этих абрикосов. А потом начинать самое главное. То есть, без меня никуда. У меня есть такое дело, что я знаю, что вам надо. Вам нужно, чтобы они хранились и были транспортабельными. Правильно? Вот. Поэтому я вам очень подробно рассказывал, стали ли вы слушать. Или вам некогда было мой фильм. Смотрели ли вы? Сельца Амура. Так. Помните, как я рассказывал? Мечта хозяйки. Твёрдая мякоть. С кислинкой. Хрустит на зубах. Косточка внутри болтается. Вот. Имеет прекрасные шансы, чтобы даже упасть. Вы их собрали или там с дерева стряхнули. Простряхивание отдельный разговор. Тоже опасная вещь. Потом, значит, вы это собрали. Потом они поступают на реализацию. И ещё их не купили, но они не плывут, не портятся. Потому что я могу подсунуть Королевского за неделю. Вы же знаете, что мы, россияне, чем отличаемся? Мы не знаем и не умеем, как убить жизнь в плодах, которые потом лежат и не портятся. Они мёртвые. А это называется... Я по-простому называю. Ну, не учёный я. Хоть на мёртвые тычут. Вот. Я называю это мумифицирование. Во-первых, собрали зелёными. Раз зелёными, значит, солнце не получили. Сахар не заполучили. Ну, вспоминайте. Вот. И так далее. Короче, Амур запомнили. И от счастья, Серафим. Но если Амур опять опылит Королевский, они могут поплыть. Вы понимаете, что я должен вам дать чёткие рекомендации? Не могу. Дальше ещё отговаривать буду вообще от этой же темы. Вот. Дальше. Вы пишите. Есть где-то на сайте короткая информация. Что нужно делать с полученными семенами? Как сажать? Нужно ресурсировать. Что делать после появления сходов? И придётся ещё раскошелиться. Я предоставил три варианта. Две книги электронные. Ну, книга есть книга. Вы любите читать текст. Вот. Есть ещё два. Как минимум два диска. Они тоже недорогие. По 300 рублей. Цены всё стесняюсь поднять. Уже 10 лет 300 рублей. Так. И они там есть, как надо прививать. Уже конкретно. А так по книге прививать очень сложно. Хотя советов полно. Но тут всё-таки вы так, вы так. А вы против. Ну, ладно. Дело ваше. Будете вы диски брать? Или вообще, может быть, сегодня это последняя ваша, последняя я вам отобью охоту вообще. Теперь так. Вот это я пропускаю. Это личное. Вот. Придёт, чтобы закончить с абрикосами, Катерина. Придёт осень. Ну, даже не осень. Середина августа, конец августа, начало сентября. Нет, не так. Конец июля. И начало августа. Пока у нас ожидается жара. Они уже созревают. Вот. Значит, именно Двух, эти, десятки конецовских сценария манджорцев, да? У меня их примерно 20-30, я исполнись считал. Директоры пронумерованы. Значит, я буду подходить каждому. И буду... Ну, вот как было, когда у меня в гостях был этот самый, сам, сам, этот самый, Кундащёк, он дальше вот с этого самого, с телеканала, с телеканала. Ну, уже забыл. Но, тем не менее, фильмов сняты, и даже 6-8 фильмов. Вот. С керскими, с абрикосами. И вот он каждый угощал, он вот так, а? И рассказывает. Вот мне такого надо. И его заманить опять. Вот. Чтобы... Почему? Манджорцы, они будут вкуснее родителя. А вот культурные могут быть меньше, полтора-два раза. А самое главное, нетранспортабельное. Вот пусть я тогда наговорил, а потом ещё страшнее скажу. Идём дальше. Вот. Ладно, сейчас у меня тут всё перемешано, я торопился. Итак, смотрите. Череши 30 тысяч. На самом деле, это вишня. Вот. Дальше по 3 тысячи, по 5 тысяч абрикосы. Это я к чему говорю? Это юг. А если мы даже готовы 3-5 тысяч платить? 30 тысяч готовы платить. Ну, а это же, сами понимаете, вы же просто замёрзли. Согласны? Надо всегда смотреть, откуда привезут. А то бывает московское представительство, а люди даже не догадываются, что в Москве ни одной черешни нету. Видите? А потом я беру вот так вот, вот, взял вот это, нажимаю. Думаю, ну вы живёте в Краснодарском крае. Ну, возьмите, да, сфотографируйте свои черешни. Нет, смотрите. Видели, что делается? Видели, что делается? А? Как мне нет ни одной фотографии? Сейчас потому. Различаем ли, нет своей фотографии? Копайте глубже. Звоните и спрашивайте. Вот. Ну, а здесь проще. Я просто, например, привел, это же учёба не только для вас, как для всех. Ладно, поехали этот момент. А теперь смотрите, о чём дальше взбор пойдёт. Вот. Магазин и рыночная саженница исключить. Ещё почему. Вот. Видите? Вот это уже средняя полоса. Ну, опять фотография украдена у меня. Видите? 220. 21 мая фотографировал. 21 мая фотографировал. 220 гаденмарк. 220. 414. Вот. А потом что получается? Возьму-ка я два раза по 220. И опять подшивка. Видите? Ладно, это походу. Теперь следующий момент. Начинается серьёзнейший разговор, о котором вы даже не догадываетесь. И никогда не догадаетесь. Пока я не скажу. Итак. Я видел. Жаль фотографию запретили. И так. Со всех четырёх сторон. Мощи прекрасный лес. Я видел этот смешанный лес. Я видел берёзы. Ухрупнял план. Я видел берёзы. Я видел хвойники. Да? Вот. Это самое. Дальше. Там получается полный квадрат. Вроде канала бы мясо хорошее. Тут уже не геометр разгуляться. Правда, там гектара. Важ только часть. Вот. Но я всегда знаю одно. Всегда начинает хозяйничать там, где легче вырубить лес. Место леса подресок, кустарник. И вообще ничего. Всё это убирается, сжигается. Здесь строится дом, здесь садится. А оно здесь плохо растёт. Там, где растут сосны и берёзы, там хорошо бы вас садилось. Но место занято. Его невозможно освободить. Всё. А вот где пожилее. И вот смотрю на эту вашу поляну, которая по свиданиям. Красивая, ровненькая поляна, да? Вот. И гадаю. А что там будет расти? Если бы я прошёл с замками, когда-то, вы поверите, мне даже сказали, заложили. Это было те годы ещё. 300 тысяч плачу в Казани заложимым садом. Вот. И включая моё умение биолокации с рамками. И вот получается как. Значит, я пока на этом остановлюсь. Нет, вернусь чуть позже. В общем, вот это важный момент. Почему? Потому что часть вашего сада просто не будет расти. А пока короткий совет. В этом месте погибло, больше сюда не садите. А в биолокации чуть ниже, ещё вернёмся. Дальше. Хранение плодов без отравы. Важнейший момент, которым задумались вы или нет, когда уже часть саженца купили. Бедные эти саженцы. Вот. И, значит, не дай бог дойдёт охранение плодов. Это шутка такая, не дай бог. Ну, если бы дошло. Значит, есть проблемы. Уже я ещё назову к тем, помните, я море похвалил. Других нету в этих самых лёжких. Ну, ещё эти жердели более-менее. Лёжкие, да. Вот. Всё. Из абрикосов. А ещё потом покажу пару сортов, но ниже. Так. Но они вот такие. А скотовский что вырастет? Я же не отдаю гарантии, что такие же вырастут. Понимаете? Скорее всего, культурные, но меньше. Полтора раза, два раза. Вот. И что такое хранение без отравы? Если вы не будете обрабатывать специально, как делают в Голландии везде. Вот. Если вы не будете этого делать, они у вас засиданные дни. Дорастут, дозреют, перезреют и выброщат. Вот. Значит, такая проблема возникла в своё время в Саиногорске, потому что я тогда был раскручен в сторону больше в час, тогда с одного, чтобы людей увлекало. Вот. И люди ещё не уничтожили свои сады. Чё не начитались этих? Потом ниже покажу, чё они начитались. И тогда у них сады были целы. И меня знали по публикации в сибирских газетах. И ко мне приезжали с тобой, приезжали с Иркутской области и с Кемеровской. И с северокосненского края. Вот. Напивали машину в основном яблоками. Ну, кто кому повезло, тот мог и сливами, там, это, гранетками, там, вот, грушами. Ну, уже этого меньше добра было. И вот уже пролет был страшный. Холодильник на колёсах. Пока они купили эти рефрижераторы, в это время активно уничтожались сады по всему Саиногорску. Мани и Ньетов, и Черёбушка. Выражает на этом более... Я же помню, я не шутя говорил, что у нас ведро картошки стоило ровно столько, сколько ведро отборных абрикосов. Мы сады уничтожали, а они рефрижераторы купили. Это было обидно потом. Константинович, ну что есть, что нет, я говорю, можете не приезжать. А то я говорю, тут сто ведро возьмёте, там 200, тут 100, а у этой 300 ведро найдёте. Вот это было. И свои показывал, свой поэзот самый, сарай, набитый яблоками, помните. И вот получается так. Есть две проблемы у наших отечественных производителей фруктов. Особенно, ну хотя бы то, что умеем, яблоки. Больше пока ничего, но яблоки умеем. Значит, делается так. Собственных холодильников не настроены, на Западе есть. Они привозят свои уже летом. Летом. Да сейчас зайдите в магазин сегодня ещё. Казалось бы, у них ещё не должно быть урожая, а уже всё есть. Вот. Потому что земля-то она круглая. И вот получается, что они настолько по отношению к нашим дешёвые, что наши надо выставлять сразу. Ну, допустим, даже яблоки. Ну, кто-то, может, и на слева вдруг вырастет, или там груши. А рядом с ними проигрываем в чём? Их надо быстрее продать, а не портятся на глазах. Даже яблоки. Отравлять не умеем для хранения, так? Правильно собрать не умеем. У нас же в этих... У вас же вы ещё хотите ещё один трактор купить? Специальный. Знаете, специальный трактор? Неслайд из трактора. Спахал, обкосил, полил, опрыскал. Вот. А для этого нужно вот это вот, смотрите. Сейчас, где оно дело стоит. Вот. Ну, ладно. Я вам хотел показать этот же... Ничего не успеваю. Вы меня настроили быстрее, быстрее. И получается, что... Вам нужно получить прибыль только в одном случае. Если вы дотянете до зимы. Поняли мою мысль? До зимы. Вот там вы сможете конкурировать. А то может есть вся продукция. А ещё пусть она будет отравлена, но всё-таки по минимуму. Вот. Дальше я пишу. В общем, вот эта проблема – головная боль. Не будет у вас промышленного погреба. Затея – это бесполезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok